Жильцы дома 11 на улице Казамазова каждый день поднимаются по горке, либо обходят все соседние дома, чтобы попасть на почту, магазин или аптеку. Раньше они добирались туда коротким путем через лестницу, которую не раз ремонтировали. После того, как она вновь начала рассыпаться, жители обратились за помощью к местному депутату. Было собрание во дворе, куда нас пригласил Клиш. Мы, как добросовестные граждане, пришли, поддержали его, проголосовали за него. И главный вопрос у нас стоял в отношении лестницы. Лестницу начала делать компания ООО «Монолитсервис». Но уже второй месяц на объекте работает один человек, который в быстром завершении работ не заинтересован. Пенсионеры боятся, что до наступления заморозков подрядчик не закончит, и взбираться придется уже по наледи и снегу. Депутат, по словам жильцов, от проблемы держится в стороне. Говорю, мы за вас проголосовали. Вы нам дали слово, что это очень красивая будет лестница, что быстро сделают все. Мы видим эту всю картину с утра, с девяти часов, как они едят. Но они едят и не появляются. Ну, когда они редко-редко появляются, значит, у них свой график переодеваются долго. Потом вот в тот закуток прячутся, сидят, курят, по телефончику все. У них, мы понимаем, что им работать нечем. Мы обратились к депутату за комментарием. По словам Андрея Клеща, его задачей было сделать так, чтобы строительство лестницы состоялось. Сами работы на объекте не его зона ответственности, а департамента городского хозяйства, с которым заключал договор подрядчик в рамках муниципального контракта на ремонт дворовых территорий. Объектов в этом контракте очень много. Контракт порядка пяти миллионов. И подрядчик предоставил график выполнения работ, который на данный момент он не соблюдает. Срок выполнения работы по муниципальному контракту до конца октября. Уже понятно, что подрядчик в этот срок не укладывается. За каждый день просрочки организация будет выплачивать штрафы. Вот только начальство это, похоже, не заботит. Пенсионерам остается лишь надеяться, что подрядчик хотя бы до декабря выполнит свои обязательства. И они смогут ходить привычной дорогой через новую лестницу. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.